Всем привет! В начале года Intel представила новый процессор N150, который должен прийти на замену N100. Мне стало дико интересно и я купил на обзор мини-пк с N150. Будем сравнивать его с мини-пк с N100, который был в прошлом обзоре. И в прошлом видео как раз таки я подключал к N100 внешнюю видеокарту, так что такой контент мало кто делает и рекомендую вам глянуть. По традиции начнем с распаковки мини-пк на N150. Приезжает мини-пк в прямоугольной коробке, что немного нетипично для подобных мини-пк. Обычно они приезжают в квадратной упаковке. Давайте посмотрим, что в комплекте. Инструкция на куче языков. Также есть русский. А в коробке блок питания и HDMI кабель. Обычно такое к мини-пк не кладут. Повезло-повезло. Блок питания на 36 ватт. Убираем блок питания и посмотрим, что еще в коробке. В коробке есть крепление на монитор или, например, к стене его можно прицепить. Сам мини-пк имеет всего два разъема на передней панели. Кнопка включения. На задней стороне, ну, совсем пусто. Всего два HDMI. Один USB 3.0 и 1.2.0. Ethernet, наушники и питание. И еще есть Кёнигсен замок. Перейдем к его спецификации. Это Intel N150. 16 гигабайт DDR4 памяти. И накопитель на 512 гигабайт. Подключенный по M.2 SATA. Характеристики мини-пк с N100 такие же. 16 гигабайт оперативной памяти и M.2 SATA накопитель на полтерабайта. Сравним Intel N100 и N150 на сайте Intel. Первое, на что стоит обратить внимание, это на максимальную частоту турбобуста. У N150 она выше на 200 МГц. Второе отличие это то, что N150 поддерживает технологию Intel Trust Execute Technology. По умолчанию эта технология отключена в BIOS, поэтому не забудьте ее включить перед использованием. И последнее отличие это то, что в N100 стоит графика с частотой 1 ГГц, а в N100 всего 750 МГц. Посмотрим на эти процессоры в CPU-Z. Здесь можно заметить разницу в количестве поддерживаемых инструкций. Почему-то CPU-Z говорит, что в Intel N150 нету VTX инструкции. Виртуализация. Но на самом деле они есть, я проверил по сайту производителя. Также виртуализация была и в BIOS, и винда говорит, что она включена. Встроенный бенчмарк в CPU-Z показывает, что N100 даже чуть быстрее, чем N150, но это все на уровне погрешности. Geekbench тоже особой разницы между этими двумя процессорами не заметил. CinemaBench R23 та же ситуация, разницы между процессорами нету. Возможно в графике будут отличия, однако GPU-Z, самый последний на момент записи видео, не умел определять частоты и в принципе характеристики встроенного видеоядра в N150. Поэтому переходим сразу к синтетике. Встроенная графика в процессор N150 показала 30% прирост производительности в сравнении со встроенной графикой в N100. Это актуально как для Vulkan, так и для OpenCL. Первый имитирует больше игровую нагрузку, а второй профессиональную. Синтетика это конечно хорошо, однако давайте глянем, как он поведет себя в более реальных задачах. Например, начнем по классике с YouTube. Оба компьютера хорошо справляются с контентом в 4К 60 кадров в секунду. Однако у N100 сильно меньшее количество выпавших кадров. 11 против 196, 197 и так далее кадров у N100. Просмотр на N150 плавнее, чем на N100. Бывают моменты, когда выпадают кадры один за другим, идут подряд, и это прям чувствуется, что как будто бы видос немного подтормаживает. А на N150 такой проблемы нет. Предлагаю перейти к играм и посмотреть, насколько мощнее графика в N150. Первое, на что стоит обратить внимание, это на частоту графики у N150. Составляет она 1 ГГц или 1000 МГц. В N100 всего 750 МГц. Благодаря этой разнице в 250 МГц как раз таки и достигается 30% прирост производительности. А вот в доте обратная ситуация. N100 лидирует, и N150 встает примерно на 30-40%. Поэтому я грешу на драйвера. Возможно, и скоро времени подтянут, и все встает на свои места. N150 будет также быстрее на 30%, чем N100. Хотя, вот лично я думал, что графика стоит одна и та же. Просто в N150 она разогнанная. Возможно, там есть какие-то более глубокие изменения. В общем, ждем новых драйверов. И переходим к следующей игре. Следующая игра GTA V. Здесь вроде бы как паритет, однако N100 чуть быстрее. Но есть одно большое но. У N150 есть не прогруз текстур, какие-то объекты не отрисовываются. Вроде бы кадров и больше рисуют. А можно ли это считать за корректные кадры? Вот вопрос. Я думаю, что нет. Поэтому N100 лучше подходит для игр прямо сейчас, на момент выхода видоса, чем N150. Теперь можно подвести итоги. Новый процессор от Intel N150 – это небольшое улучшение процессора N100 в плане графики. Новая графика лучше справляется с мультимедийными задачами, такими как декодирование потокового видео. На данный момент у этой графики есть проблемы с играми, но я более чем уверен, что со свежими драйверами это исправят. По процессорной части особо изменений-то кардинальных нет. Это все так же 4 ядра, 4 потока. Единственное, что подняли частоту трубобуста на 200 МГц. Эти 200 МГц особо картину не изменили в плане производительности, что в Cinebench, что в Geekbench, что в CPU-Z. Скорее всего, это еще зависит от производителя мини-ПК. Будь у меня, скажем, мини-ПК с какого-нибудь другого бренда, у которого можно было бы по заводу выставить больше теплопакет, мы бы увидели разницу между процессором N100 и N150. Так что, если у вас в планах есть использовать мини-ПК как ТВ-приставку, то я бы выбрал Intel N100, так как у него лучшая графика, которая лучше справляется с декодированием того же YouTube. А если ваши задачи ограничиваются, скажем, каким-нибудь сервером домашним, то с этим справится и N100, который скоро будет продаваться по скидке, так как N150 будет вытеснять с рынка обычный N100. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надолго не прощаюсь. Скоро увидимся. Пока!